У меня есть немного необычная просьба, только пусть это останется между нами. Сыграем в Гвинт. Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Знаете ли вы, что название Гвинт упоминалось еще в книжной саге Сапковского? Это была карточная игра с замысловатыми правилами, в которых Геральт на тот момент не стремился разбираться. Ведь они были не такими простыми, как столь популярные у людей игры в кости. Гвинт же был скорее краснолюдской игрой, одной из особенностей которой был невероятной красоты и искусности выполнения карточки, которые ни в какое сравнение не шли с теми картами, которые использовали люди при игре в покер. Правда, стоит заметить, что Гвинт, реализованный в игре, кардинально отличается от варианта, описанного в книгах. В игре это коллекционная игра, в которой игрок собирает карточки, создавая свою колоду, и играет один на один с другим игроком, у которого тоже есть своя колода. Игра представляет собой битву двух карточных армий, игроки в котором полководцы, а карты это их войска. В книгах же это игра на четверых, с одной колоды, и она скорее походит на покер или преферанс, со своими взятками, торгом и набором комбинаций. Впрочем, набор комбинаций есть и в игровой версии, как один из вариантов тактики. Но это все же дело прошлого, ведь ранее анонсированная версия очень интересной, популярной мини-игры Гвинт, в шедевральной игре года Ведьмак 3, но с мультиплеерной составляющей, позволяющей играть как с людьми из любой точки мира, так и с друзьями из школы работы учебы, с переработанными картами и собственным клиентом, уже доступно в бете, на которой я, правда, так и не получил ключ, ведь разослали их только тем, кто зарегистрировался в июне или июле, а я, слоупок, лишь в августе. Но мир не без добрых людей. Один из зрителей моего канала и участников очень небольшого и уютного чатика в Телеграм, ссылка на который есть в описании, помог мне с заветным кодом. И вот я в деле, уже две недели как. Виктор, спасибо тебе, я знаю, ты смотришь это видео. Свой ключ, когда он придет, я дам в добрые нуждающиеся руки, если они к тому моменту еще, конечно, будут. Я про нуждающиеся руки, если что. Но хватит прелюдий, давайте я в двух словах расскажу о своем первом впечатлении от Гвинта, как от человека, который провел много числов в наслаждениях от игры Ведьмак 3 в целом, и в основном мучениях и проигрышах от Гвинта в частности, даже на самой низкой сложности. Первое, что бросается в глаза, игра очень красочная. Прям как будто сами краснолюды совместно с эльфами рисовали арты и чеканили их на каждой виртуальной карточке. Кто-нибудь знает игру Magic the Gathering? Ну, в России она часто звучит как просто магия. Одной из особенностей игры является тот факт, что именитые художники специально рисуют арты для карт, при этом на каждом арте указано авторство. Что-то аналогичное есть и в Гвинте. Если открыть все наши карты и щелкнуть по любой из них, то будет подписан ее иллюстратор. Я уверен, что со временем многие карты обзаведутся вариациями скинов от различных иллюстраторов, которые могут в итоге продаваться отдельно, как например скины героев из Доты или Лола. Все это сдобрено спецэффектами, подсветками и так далее, но без переусердствований. Все просто, лаконично и понятно. А некоторые легендарные карты просто невероятным образом анимированы. Во-вторых, добавлено много новых карт. Очень много. Начиная от более значимых личностей, включая даже драконов, заканчивая все теми же эликсирами или бомбами. Что увеличивает раздолье для тактик и стратегий в разы. В то же время были переработаны особенности многих уже присутствующих в игре карт, превращая знакомую нам игру в что-то более развитое и непредсказуемое. Что работает вроде как по той же механике, но требует нового дополнительного досконального изучения. Но при этом это наш старый добрый гвинт. У меня ни на секунду не возникало ощущения, что это что-то не то. Что гвинт в игре был лучше или любой другой подобной мысли. Как знаете, иногда бывают со вторыми, третьими читами игры. Здесь мы видим именно то, что видели в игре, только лучше. Я бы даже сказал так. Кому в ведьмаке эта игра запала в душу, поиграть в самостоятельную игру просто обязаны. Вы будете в восторге. Кого же она немного напрягала, заставляла отвлекаться от спасения мира и кто как я качал моды на автопобеды, те должны ее попробовать, ведь сейчас не нужно спасать мир. Мы целенаправленно заходим в гвинт, чтобы поиграть в гвинт. И это меняет все ощущения. Кроме того, все меняют и люди, настоящие, живые, с которыми можно играть и испытывать очень сильные эмоции от победы или от проигрыша. Игра получается отличной, колоды интересные, а тактик можно придумать много. И как я понял, в игре очень решают руки, точнее стратегия. И это первая проблема, которую я чувствую. Я профан в тактике. Мой стиль боя это рандомное реагирование на действия противники, а слово тактика или стратегия мне просто чуждо. Я выигрываю благодаря слабости противника, рандому или вообще благодаря гребаному вечному огню, если он снисходит до меня. Но любой умелый игрок меня обыграет. И вас, если вы такой же. Ситуацию спасает корректный подбор противников. Хотя и о наличии такого балансера, чтобы тебя не кидало на супер игроков, с невероятными картами я не слышал. Но по-любому игра смотрит и на твой уровень, и на твое соотношение побед к проигрышам. Так что проиграв пару первых партий, меня видимо отбалансило в песочницу. Где я легко пет раз подряд нагнул всех и каждого, кто осмеливался выйти против меня. Вторая проблема это донат. Я не имею ввиду возможную в будущем покупку скинов. Сейчас в игре реализована покупка бочек. В каждой из которых вы находите 4 обычных карты и 3 хороших. Обычные вы забираете все. Хорошая дается одна на выбор. Обычные карты выпадают рандомно. А хорошая карта будет обязательно редкой, эпической или легендарной. И как вы понимаете, в карточной игре карты не менее важны, чем тактика или стратегия. Поэтому донат вносит некий дисбаланс. Особенно в самом начале игры. Почему в начале? Потому что играя и получая новые уровни, вы проходите определенные этапы. Получая за это лоскутки, из которых можно собрать недостающие или нужные вам карты. А также руду, за которую можно купить бочки. Бесплатно. Которые ничем не отличаются от тех, которые вы можете купить за донат. Вроде бы. Но и это еще не все. Разработчики давно заявили, что в игре будет реализована сюжетная кампания. И если сама игра будет бесплатной, то сюжетка будет продаваться отдельно. Сколько она будет стоить, не знаю. Но уверен, что за ее прохождение можно будет получить много новых карт. В том числе, возможно, даже какие-то уникальные, недоступные в обычной игре. Плохо это или хорошо, не мне судить. Игры делаются для заработка денег, как ни крути. Главное, чтобы игра не превратилась в систему Pay2Play. То есть, плати, чтобы играть. Но каким бы ни был донат, поиграть с друзьями на относительно равных возможностях, вам никто не мешает. Кроме того, такого рода карточные игры имеют очень много граней, которые влияют на победу. Чтобы побеждать, нужно и знать особенности всех карт, что может узнать каждый, поиграв немного времени. И выстраивать стратегии или контр-стратегии. Иметь хорошую колоду, для которой нужно разнообразие в картах. И вот тут, конечно же, решает донат. И, конечно же, госпожа удача. Удача. Ведь иногда выпадающие карты прям говорят тебе, побеждай. Что уж говорить, даже у меня один раз противник сдался досрочно. Все это делает возможным проигрыш самых заядлых донатеров и самых умных тактиков. Перед лицом обычной нубской фортуны. Ну а на этом все. Пишите в комментариях свои вопросы по квинту. Постараюсь на них ответить. Если я, конечно же, буду знать эти ответы. Пишите свое впечатление от этой игры, если уже успели поиграть в бету. Или ее игровом прародителе Ведьмак 3, если не успели. Еще раз спасибо Виктору за предоставленную мне возможность. Если у кого-то есть лишние ключи, которыми вы готовы поделиться, то напишите мне в ВК. Можно будет разыграть их в группе. Среди тех, кто еще не успел обзавестись своим. Всем спасибо за просмотр. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Это не единственное видео по квинту. И будет еще парочка в самое ближайшее время. Увидимся в них. И на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok